Десятки книг, в каждой из которых «История развития республики и страны» – результат многолетней кропотливой работы советского и российского историка, члена-корреспондента Российской Академии Наук и директора историко-социологического института Мордовского госуниверситета Николая Арсентьева. Николай Михайлович – колоссальный труженик и, конечно, очень большой ученый. Это огромное книжное богатство, оно не просто важно, оно необходимо, особенно в настоящее время. Ведь эти книги, которые основаны на подлинных исторических источниках, они помогают бороться с фальсификацией российской истории, что в связи с современным политическим обстоятельством выходит практически на передний край обороны истории нашего государства, истории нашего Отечества. Настоящая, непридуманная, подлинная история такая, какая она видится со страниц настоящих исторических документов, подлинных артефактов. Выставку посвятили 65-летнему юбилею Николая Арсентьева. В числе гостей – представители власти, духовенства, коллеги по науке. Им автор рассказывает, как писал самые значимые работы и почему экспозицию назвали «Отечеству служить обязаны». Он пишет больше об экономической истории, об индустриальном развитии России в прошлом, в 18-19 веке. А эти проблемы сейчас для России также, если не сказать, более значимы, нежели тогда. Сейчас нам нужно возрождать индустриальный развитие России, поднимать индустриальные отрасли, высокотехнологичные производства для того, чтобы эффективно решать проблемы импортозамещения. Как возрождать то, что практически разрушено, Николай Арсентьев знает. Именно он принимал участие в разработке концепции социально-экономического развития республики при первом главе Мордовии. И тогда все получилось. За ценный вклад в развитие науки Михаила Арсентьева наградили грамотой Государственного собрания республики. Светлана Лашина, Павел Тлобаев. Наши новости.